Здравствуйте! Вы смотрите Актуальное интервью в студии Кристины Дючковой. Есть в нашем крае такое место, где дают надежду на лучшую жизнь старикам и инвалидам. Делают все, чтобы, несмотря ни на что, эти люди чувствовали себя дома. Название этому месту – Преградненский дом-интернат. Об истории учреждения жизни пациентов и сотрудников расскажет Татьяна Сазанова, специалист Преградненского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, Кристина. Расскажите для начала историю интерната, с чего все начиналось и как поменялась работа за годы прошедшие. История нашего интерната началась в 1978 году, когда по решению Красногородейской районной администрации был открыт межколхозный дом-интернат. В 1979 году поступили первые жители Красногородейского района. Позднее уже, в 1993 году, дом-интернат был переведен на краевой бюджет. И он уже стал стационарным учреждением социального обслуживания населения. И здесь уже могли проживать жители не только Красногородейского района, но уже и жители Ставропольского края. За это время изменилось, конечно, очень многое, потому что изначально это было просто филиал средней школы, которые провели ремонт. И тогда проживающие дома-интерната жили в этом помещении. Позднее уже, в 2003 году, был проведен капитальный ремонт, когда из более больших помещений были сделаны удобные спальные помещения, пищеблок, столовые отремонтированы и все остальные помещения, которые находятся у нас в доме-интернате. Сегодня, кстати, существует множество региональных, федеральных программ, национальных проектов. Попадает ли деятельность интерната под один из них? Да, конечно, попадает. Но, во-первых, хочется сказать, что финансирование нашего дома-интерната – это бюджетные средства и средства, которые поступают от пенсии наших проживающих. Бюджет нашего дома-интерната составляет порядка более 20 миллионов. А внебюджетные средства, которые поступают от средств проживающих, 4 с лишним миллиона. Но то, что касается программ, это у нас в основном программа по антитеррористической деятельности, и она составляет порядка 87 тысяч рублей в год. А если конкретнее, сколько средств выделяется для осуществления бытовых, медицинских, социальных, трудовых услуг? Или вы говорите в общем? Да, я вам сказала. В общем, в принципе, основные средства, которые поступают, бюджетные средства, они даются на выплату заработной платы, на коммунальные услуги, на горюче-смазочные материалы, на медикаменты. Небюджетные средства, которые поступают от средств проживающих, это уже средства используются на питание, на приобретение мягкого инвентаря, и также на медикаменты, ну и на основные нужды. А если все-таки, возвращаясь к каким-то программам, попадает ли ваша деятельность под какую-то программу? Ну, в принципе, кроме вот антитеррористической. А на каких условиях граждане все-таки принимаются в ваш дом-интернат? Что для этого нужно? И кто живет у вас сегодня? В нашем дом-интернате в настоящее время живут люди пожилого возраста от 55 лет и до 95. У нас даже есть одна проживающая, которая уже 95 лет исполнилась. Чтобы поступить в наш дом-интернат, нужно в первую очередь согласие гражданина и пакет документов, которые они оформляют в Центре социального обслуживания населения по месту проживания. То есть они сначала обращаются в Центр социального обслуживания населения. Допустим, у нас это в Красногородейском находится. Там специалисты помогают им оформить документы, необходимые для поступления в наш дом-интернат. Эти документы согласовываются с министерством и уже согласно написанного заявления, которое гражданин написал, уже определяются в дом-интернат. То есть это происходит по собственному желанию? Да, естественно, собственное желание – это в первую очередь. А что собой представляет индивидуальная программа для пациента? И из чего она состоит? Ну, индивидуальная программа пациента, она, в принципе, как и во всех стационарных учреждениях, согласно 442-го закона, мы знаем, что мы предоставляем перечень, и существует перечень услуг, которые мы предоставляем. Это социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, услуги коммуникативного обслуживания. И вот в перечень этой программы входят все услуги. То есть индивидуальная программа – это документ, в котором указывается форма обслуживания, указывается вид услуги, и, естественно, указывается перечень весь, указываются периоды, указывается время. И для каждого пациента она разрабатывается? Для каждого пациента она разрабатывается на 3 года. В течение 3-х лет она может видоизмениться в зависимости от состояния, потому что наши проживающие в основном – это пожилые проживающие. В течение 3-х лет она обязательно пересматривается и уже вносятся какие-то изменения в эту программу. А кто составляет программу? Программу составляет Министерство труда и социальной защиты, а мы уже на месте корректируем в зависимости. Мы узнаем больше человека, проводим диагностическую работу с ним, и уже потом на месте корректируем, какие услуги именно нужны этому человеку. То есть для каждого человека выбираются именно те услуги, которые ему необходимы. А сколько сегодня проживает в вашем доме? Сегодня в нашем доме в интернате проживает 40 человек. Это и мужчины, и женщины? Да, мужчины и женщины. А расскажите вообще об уходе, о жизни инвалидов в вашем доме-интернате. Чем отличается вообще работа с ними? Ну, скажем так, что в доме-интернате сейчас у нас 22 человека имеют инвалидность. Инвалидность по разным заболеваниям. Ну, в основном, там порно-двигательные заболевания. И поступая к нам в дом-интернат, иногда человек уже имеет инвалидность. Иногда он здесь уже получает ее. Для этого наши сотрудники подготавливают необходимые документы, передают их в соответствующие службы. И к нам приходит уже тогда справка об инвалидности и индивидуальная реабилитационная программа для инвалида. И уже согласно этой программе потом мы строим свою работу. Там у нас предлагаются разнообразные мероприятия. Ну, хочется сказать, что инвалидность, это, в принципе, у нас дает возможность каждому оказать какую-то определенную индивидуальную помощь. Потому что инвалидам в наше время сейчас уделяется очень большое внимание. Ну, и хочется сказать, что это не приговор для человека. Потому что человек с инвалидностью, он принимает участие у нас и в мероприятиях, и в каких-то занятиях кружков. То есть по состоянию здоровья, по состоянию здоровья в данный период, данное время, он может уже тогда принимать это участие. Ну, вот вы говорите немножечко о кружках. Есть какие-то у вас занятия, кружковая работа? Да, конечно, у нас есть кружковая работа. То есть так как у нас люди уже пожилого возраста, у нас получается немного кружков. Три кружка у нас работают в доме-интернате. Это умелые руки, когда пожилые люди приходят по своему желанию, по состоянию здоровья. Они занимаются рисованием, поделки делают, делают аппликацию. И уже в процессе потом они определяют то, что им нравится. Есть у нас музыкальный кружок, когда они исполняют русские народные песни. И потом мы эти песни используем уже в процессе, допустим, подготовки какой-то художественной самодеятельности, которая у нас. Есть у нас скандинавская ходьба, когда проживающие... Популярная это сейчас. Да, сейчас очень популярный вид такой реабилитации, когда начиная в утреннее время, в утренние часы, когда еще прохлада на территории нашего учреждения. Они выходят на занятия и выполняют вместе со специалистом. Ну, говорите о художественной самодеятельности. У вас проводятся какие-то мероприятия, посвященные каким-то праздникам? Естественно, у вас проводятся постоянные мероприятия, традиционные, во-первых, все мероприятия проводятся. И еще мы готовим дни рождения. Обязательно поздравляем проживающих с днем рождения. То есть, да. Ведется работа полноценная. То есть, если возвращаться к тем услугам, о которых вы говорили, об оказании и социально-коммуникативных, и психологических, то есть, все работает вкупе, когда, тем более, не просто проживают, но еще и могут как-то заниматься любимым делом. Мне кажется, это очень важно для тех, кто живет. Да, потому что они находятся уже длительное время в доме-интернате. Во-первых, у каждого есть свои интересы. Многие из них, допустим, любят читать книги. У нас есть небольшая библиотека. Любят читать газеты. Они даже делают подписку периодической печати и для себя кроссворды разгадывают. То есть, стараются, чтобы как-то жизнь их была более насыщенной и более интересной. Так-то поговорим об этой теме подробно. Вот форма социального обслуживания у вас стационарная. Как устроен день? То есть, чем занимаются пациенты с утра до вечера? Ну, несмотря на то, что дом-интерната у нас наш очень маленький, и мы стараемся создать условия, которые приближены к домашним условиям. Но все-таки у нас существует режим дня. Когда утром у нас они встают в 6 часов. С 6 до 8 у них проходят уже какие-то процедуры. Потом завтрак с 8.30 до 9 часов. После обеда у нас с 13 до 13.30 полдник и ужин. Это 18.30 часов. Между этими промежутками у нас идет свободная деятельность. То есть, человек может посетить занятия, проводятся какие-то медицинские мероприятия. Есть какие-то врачебные назначения, которые нужно исполнить нашим медицинским работникам. И в основном играют, смотрят телевизор. У нас есть настольные игры. Есть в холле большой телевизор, где они все вместе могут посмотреть передачу и обсудить ее. Посмотреть какой-то интересный фильм все вместе и тоже обсудить его. То есть, все сделано для того, чтобы человек чувствовал себя как дома и делал то, что он хочет в рамках... В теплое время года, допустим, они у нас находятся на территории очень часто. Несколько человек занимаются трудотерапией. То есть, они высаживают для себя овощные культуры, ухаживают за ними и собирают урожай. Это была их инициатива? Да, это личная инициатива, личное желание. Они потом, когда собирают урожай, они угощают проживающих остальных. То есть, делятся своим теплом, своим вниманием. А как в вашем интернате организовано питание? Вот вы говорили о том, что и о завтраке, и об обеде, и об ужине. То есть, что это за питание, как питаются пациенты? Ну, питание в нашем доме-интернате пятиразовое. То есть, это завтрак, обед, полдник, ужин. И в 8 часов у нас кисломолочный продукт обязательно предлагается проживающим. Естественно, этому вопросу питания мы уделяем тоже очень большое внимание, потому что люди в течение длительного времени проживают в доме-интернате. Естественно, хочется как-то это более разнообразное питание, более вкусное. Наши повара работают в течение уже длительного времени, старший у них большой. То есть, они вносят какие-то свои дополнительные радости. Та же сервировка стола, тоже внимание, улыбка, которая помогает уже каждому из них адаптироваться в данной ситуации. Ну, питание разнообразное, сбалансированное. Стараемся. Есть ли лечебное питание для нуждающихся? Ну да, если к нам поступают, но не часто. Не часто. Больные в основном, такие были ситуации, когда сахарный диабет у нас проживающий, было такое заболевание. Тогда, естественно, для него делали отдельное питание, отдельный стул и готовили, естественно, для этого человека отдельно. Вы говорите о том, что проживают долго. Вот максимально сколько у вас жил человек? Сейчас, может быть, кто-то из тех, кто живет сколько лет? Ну, порядка 20 лет. Из одна проживающая осталось порядка 20 лет. То есть, это система долговременного ухода? Ну, не скажу так. Просто система долговременного ухода, она предполагает не только для тех же, кто прожил долго. Потому что у нас проживающий возраст, основная масса от 70 до 90 лет. Вот, как я сказала, 95 лет у нас одной из проживающих. Поэтому долговременный уход, он предполагает для всех выполнение каких-то мероприятий. Ну, это более такой индивидуальный подход каждому из проживающих. Потому что наши проживающие, они чувствуют себя как дома. И, естественно, мы создаем условия, начиная от работы санитарки, которая убирает комнаты, и заканчивая теми мероприятиями реабилитационными, которые мы стараемся проводить с нашими проживающими. Ну, вот еще в самом начале мы говорили, я говорила о том, что это не просто учреждение, это дом, да, где главной целью и задачей является дать надежду на лучшую жизнь, хорошую, качественную. И вот как считает ваш дом-интернат, когда поступают к вам престарелые, инвалиды, меняется ли их отношение к жизни, как вообще сказывается ваша работа на их мироощущении со временем? Ну, каждый поступающий, приходя, кто-то из семьи приходит, кто-то приходит из других учреждений, кто-то просто остался уже одиноким, и у него нет возможности себя как-то обеспечивать и проводить какое-то самообслуживание. Естественно, они поступают уже к нам в дом-интернат. Проходит адаптационный период, но потом они уже привыкают, они стараются создать для себя какой-то мир общения, с кем-то общаются, с кем-то дружат, с кем-то разговаривают, с кем-то делятся чем-то своим близким. Ну, и здесь у нас круглосуточное пребывание персонала, во-первых, это очень хорошо сказывается на том, что наши проживающие находятся постоянно под наблюдением, под каким-то контролем, и они в любой момент могут обратиться за помощью к тем, кто рядом. И наше тепло наших работников, наше понимание, наша вот такая вот доброта многих, они откликаются и на проживающих. Действительно, конечно, в большей степени все зависит от того, как относятся персонал, как относятся сотрудники. Расскажите нам о кадровом составе, кто работает, какие-то квалификации, а вообще сколько работают сотрудники дома-интерната? В нашем интернате 58-25 по штатному расписанию ставок, получается, кадрового состава. Занято 54 в настоящий момент. Ну, здесь у нас несколько идет как подразделение. Это административно-управленческий персонал, медицинский персонал, хозяйственно-обслуживающий персонал, персонал кухни-столовой и культурно-распитательный персонал. Значит, хочу сказать, что у нас имеют 17 человек высшее образование, 19 среднее специальное образование, ну, и остальное контингент среднее образование, общее среднее образование. Мы постоянно повышаем квалификацию наших сотрудников согласно разработанного плана, который существует в учреждении. Возрастной цен, скажем так, до 30 лет у нас 5 человек работает, от 30 до 40 – 12, от 40 до 55 – 26 человек, ну, и оставшиеся у нас даже есть 65 лет и старшие сотрудники, которые работают в нашем учреждении. Ну, в основном, какой стаж работы? Стаж работы, да, текучести кадров у нас, как таковой, нет, но некоторые сотрудники уже работают более 25 лет. Наверняка награждены какими? Да, естественно, мы награждаем наших работников, и в настоящее время у нас порядка 10 человек награждены российской грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, губернаторской грамотой у нас, почетной грамотой губернатора, 12 человек, и 18 человек награждены Министерством труда и социальной защиты Ставропольского края. То есть мы поощряем своих сотрудников, если есть возможность, выплачиваем премии. Наверняка для вас, для дома-интерната нашего края важны не просто профессиональные навыки сотрудников, но и их отношения добрые. Меняются ли и сотрудники вместе с пациентами за годы своей работы? Их отношения меняются? Конечно, меняются. Если человек работает такой длительный срок уже с проживающими и пользуется большим авторитетом, медицинские сёстры наши, санитарки палатные, они постоянно, круглосуточно находятся с нашими получителями социальных услуг. Естественно, каждое тёплое слово, каждое, даже может, прикосновение к этому человеку, оно, естественно, и возвращается нашему сотруднику добротой, теплотой, уважением. Качественное обслуживание строится многопланово, исходя из работы сотрудников, исходя из материально-технической базы. Какая материально-техническая база у вас? Расскажите о ней. Материально-техническая база нашего учреждения, во-первых, это здание, корпус, основной корпус, где находятся у нас комнаты для проживающих. Находится большая столовая, пищеблок, кабинет врача, процедурный кабинет, молитвенная комната, душевая комната, административно-управленческий корпус находится. И общая площадь где-то составляет 622 квадратных метра. Но хочу сказать, что территория у нас очень большая. Это порядка 12 тысяч квадратных метров. На этой территории она у нас ооружена. И очень красивая, хочу сказать, потому что на территории нашего учреждения высажено порядка тысячи кустов роз. У нас есть хвойные, туи, ёлки, можжевельник. У нас есть очень разные декоративные растения, разные деревни и большой фруктовый сад. У вас есть лебеди. Расскажите, откуда они у вас? Помимо растений и цветов у нас есть и лебеди, у нас есть фазаны, у нас есть павлины и голуби. Ну, это, конечно, заслуга нашего руководителя, потому что Погос Исаакович, Сагатилян руководитель нашего учреждения, очень такой энергичный человек, который старается вот всё-таки что-то добавить к той теплоте наших сотрудников, к тому окружению, что окружает наших проживающих. Проживающих, ведь согласитесь, что птицы, они очень красивые, лебеди, павлины, и проживающие получают эмоциональный заряд, повышение эмоционального состояния, даже пообщавшись. У нас, допустим, один проживающий ухаживает за этими всеми птицами, ему это нравится, он их кормит, он им приносит травку зелёную, он с ними разговаривает, стоит. И вот каждый, проходя мимо, естественно, останавливается около них. Птицы тоже привыкают ко всем, кто находится рядом, и они по-своему реагируют. Если кто-то подходит из проживающих, они тоже подходят ближе к нему, рассматривают, и то есть общаются с... Это важно для полноценной жизни. Да, это очень важно. Можете ли вы сегодня говорить, что культура социального обслуживания в вашем учреждении находится на хорошем уровне? Ну, послушав, я точно могу сказать, что да. Как оценивает персонал? Я хочу сказать, что не только персонал этот оценивает, потому что у нас за период с 2016 года и вот по 2021 года у нас есть вымпел, который мы получили, то есть в течение трех лет мы завоевывали первое место вот в конкурсе именно... Социального обслуживания. Да, социального обслуживания по культуре обслуживания. И в конце в итоге нам дали вымпел. Потом еще два года, это 2018-2019 год, тоже мы получали вымпелы за образцовое содержание территории и культуру обслуживания. У нас есть очень много грамот, которыми награждает Министерство труда и социальной защиты населения. И даже наша администрация, вот краевая, районная администрация, местная администрация, села вручают грамоты именно за культуру обслуживания нашего. Как вы считаете, для чего вообще вам нужно это участие в конкурсах? Мотивирует ли это ваше учреждение развиваться и идти дальше? Естественно, потому что там есть свои требования, которые мы должны естественно выполнить, свои какие-то интересные задумки хотим воплотить. И ведь это рассматривается не только в нашем учреждении. Все эти мероприятия мы можем выставить на сайте, мы делаем презентации, когда готовимся к конкурсу. Это все видят не только мы, видят и другие. То есть мы можем своего рода обмениваться опытом между учреждениями. Ну, к слову, о задумках. Может быть, есть что-то такое, о чем можно рассказать, вы хотите? Может быть, есть какие-то интересные планы? Поделитесь нашими зрителями. Ну, планы есть всегда. Ну, об этом не говорят. Это обычно бывает секретом. О заветных мечтах не говорят. Да. Но мы точно верим, желаем вам, чтобы все исполнилось, чтобы все смогли достичь. Тем более, когда есть такая хорошая поддержка и самих пациентов, и персонала. То есть вот такая полноценная работа. И в конце хочется спросить все-таки об обратной связи. Как реагируют на вот такое хорошее обслуживание сами пациенты? Что говорят? Скажите. Ну, мы периодически проводим, во-первых, анкетирование среди наших проживающих, которые могут выразить свое отношение к работе коллектива. И оно бывает всегда очень высоким. Поэтому здесь тоже у нас идет оценка самых проживающих. Коллектива, работа коллектива всего, работа медицинского персонала, работа столовой, работа прачечной. Это очень такой труд тяжелый, сложный. Но я думаю, что мы с достоинством все это выполняем. Большое спасибо, Татьяна Викторовна, что поделились сегодня важной, интересной и нужной информацией о вашем доме-интернате. О тех, кто живет и работает в интернате, как граждане принимаются в учреждения и что меняется за годы работы, рассказала Татьяна Сазанова, специалист преградненского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Вы смотрели актуальное интервью. С вами была Кристина Дючкова. Берегите себя и не переключайтесь.